Они садятся за руль и не думают о последствиях. Речь пойдет о водителях, по вине которых в ДТП получают травмы, а порой и гибнут люди. К сожалению, как показывает статистика, таких это владельцев не пугает даже серьезное наказание. ДТП, которое произошло в середине июня, должно послужить уроком тем, кто целенаправленно садится за руль в нетрезвом состоянии. В тот роковой день, 19 июня, оборвалась жизнь молодой девушки, матери двоих несовершеннолетних детей. Погибшая проходила обучение в автошколе. На учебном автомобиле «Лада Гранта» девушка с инструктором ехали по улице Воскресенской. Ничего не предвещало беды, как в заднюю часть кузова «Гранты» на большой скорости врезалась веста, водитель которой был пьян. После столкновения оба автомобиля врезались в бетонный столб. До прибытия врачей девушка еще была жива. На месте аварии медики оказывали ей всю необходимую помощь. Но, к сожалению, травмы, полученные в результате столкновения, оказались несовместимы с жизнью. Спустя несколько дней после аварии прошло первое судебное заседание. Водитель свою вину в содеянном признал и раскаялся. Но только погибшую девушку уже не вернуть. Как показывает статистика, автовладельцев не пугают большие штрафы, лишение прав и даже уголовная ответственность. По-прежнему принесение службы ежедневно сотрудники госавтоинспекции задерживают нетрезвых водителей. За первые полугодия 2023 года на территории городского округа Тольятти зарегистрировано 14 ДТП по вине водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, как алкогольного, так и наркотического. В результате которых один человек погиб и 23 человека получили ранения. Если взять сравнение с прошлым годом, то мы здесь наблюдаем увеличение количества ДТП и количество пострадавших в них людей. Кроме того, зарегистрировано 42 дорожных происшествия, в результате которых транспортные средства получили только механические повреждения. Но данными автомобилями также они произошли по вине водителя, управляющего транспортным средством в состоянии опьянения. За вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение прав сроком до двух лет на усмотрение мирового судьи. За повторное вождение в состоянии опьянения в течение года нарушителю закона грозит уголовная ответственность. Так что же еще нужно сделать, чтобы водители прекратили садиться за руль в нетрезвом состоянии? Наша съемочная группа пообщалась с тольяттинцами. И вот, что они сказали. Ну, у меня крайне негативные отношения. И вообще это люди подвергают не только себя опасности, но и всех окружающих. Ну, и пересмотреть, наверное, только ужесточить наказание. Не только финансово, а ужесточить в плане каких-то лишений прав. Афнин, там, насколько сейчас на один год лишения. Там, может быть, на три, на пять лет. Я считаю, что раз ты едешь на машине, ты отвечаешь не только за себя, а за автомобиль, за пассажиров, но и за тех, кто вокруг находится. Это и автомобили, и пассажиры, и пешеходы. То есть это большая ответственность. Это в два раза больше ответственности, чем ты просто идешь по дороге. Если выпил, за руль не садись. Сохрани жизнь себе и другим участникам дорожного движения. И помни, что дома тебя ждут родные и близкие. Кристина Буйнакова, Сергей Рогов. Новости Тольятти.